Всем здорово, дорогие друзья, с вами Фомикс, и я как-то в своем топе лучших симуляторов жизни на телефон упоминал о настоящем Sims 3, который я запускал через эмулятор Dolphin на андроиде. И вот таки я состряпал, типа, небольшой обзорчик на это дело. Но перед этим хочу сказать, что я на подолайфе нашел тот оригинальный мобильный Sims 3, который выходил как-то на андроид и айфон, и который сейчас уже не найти в том же Google Play и App Store. Такая реликвия мобильного гейминга, он, по-моему, даже денег стоил, то есть это была не фри-то-плейная игра, может, про нее тоже стоит обзорчик снять, но сегодня мы посмотрим тот самый настоящий Sims 3, который выходил на приставку V, благодаря чему мы можем сейчас запустить его на своем андроиде. Короче, погнали, запускаем Sims 3. С самого начала нам надо выбрать новую игру, либо загрузить, либо мультиплеер. Естественно, нажимаем New Game, и открывается окно создания семьи. Тут уже пошли некоторые первые проблемки. Во-первых, когда что-то выбираешь персонажу, здесь достаточно все долго прогружается, как на слабом компьютере. Рандомно прокрутив разных персонажей, я вроде бы нашел нормального пацана. Только он был чуть полным, естественно, давайте уберем его лишний вес и накачаем мышцы. Сделаем ему бородку. По выбираем ему одежду, естественно, все из первого списка, чтобы не прогружать все остальное, да и чтобы было быстрее. Управление здесь, кстати, немного геморройное. Пацан у нас будет, в основном, во всем черном. Такой бэдбой. Я ему даже специально низ выбирать не буду, чтобы, во-первых, чтобы было быстрее, не прогружалось, да и в труселях пуще галяет. Цель жизнью поставим суперзлодей. Все, пацан готов, больше я, наверное, никого создавать не буду, поэтому погнали. И дальше мы должны выбрать себе дом в городе, точнее купить. И здесь уже проседает FPS до 20, от чего херачится звук. Короче, я приглядел себе домик, такой кайфовенький, прямо на воде. Но проблема, я не смогу купить его с мебелью. То есть, если мы купим его без мебели, у нас будет очень мало денег и придется как-то выживать. Но домик, конечно, шикарный, поэтому именно выберем его. И тогда мы заселились. Можем погулять по нашему пустому дому. Ну, управление здесь осуществляется стиком, и выглядит это, как будто ты играешь в какой-то GTA, что ли. Вообще непривычно, то есть на том же мобильном Sims или ПКшном, ты прожимаешь персонажем, куда надо идти, с таким видом сверху. А здесь, как будто какая-то RPG-шка. Ну, я до этого не играл в Sims на консоли, если что. Теперь понял, как это выглядит. Давайте зайдем внутрь дома, и у нас здесь шаром покати. Вообще ничего, нет, все пусто. Позырим, что там на втором этаже. Шикарный, конечно, дом. Какой вид на море и город. Ладно, давайте хотя бы прикупим какую-то мебель. Для начала, естественно, оборудуем кухню. Надо что-то жрать. Это надо будет купить холодильник, плиту, стол, раковину. Пока я расставлял предметы, я понял, как, допустим, вертеть камера. Это вот зажать Z и вертеть стиком. Но я пока еще не понял, как двигать предмет и удалять нужный предмет. Но, может, потом разберусь. Из-за этого у меня два холодильника, один к стене развернут. Дальше идет, конечно же, толкан. Не на пол же мне гадить. И толкан я также построю в одной комнате, ибо не хочу далеко ходить. Потому что с таким управлением и прогрузками лень лишний раз передвигаться. И на последние деньги мы, конечно, построим душ. И потом я забыл. Я же еще не купил кровать. Но денег уже не было. Поэтому по фасту надо найти работу. Помню, в почтовом ящике должна находиться газета. Да. И открываем нашу невидимую газету. Опа, повезло. Тут сразу работа на вора. Причем вор получает в два раза меньше, чем полицейский. Как-то вообще не выгодно. Но рабочий день у меня только завтра. А рядом с домиком есть неплохой пляжик, где можно и порыбачить. Только рыба как-то не задалась. Я думал, наловить рыбу и продать. А то денег вообще нет. Передо мной еще стоял вопрос, как прокручивать время быстро, чтобы дождаться, например, работы. Наконец я нашел, надо нажимать на кнопку С. И когда ты только зажимаешь кнопку С, он прокручивает время. Причем не так быстро. Я не знаю, как прокручивать быстрее. Если нельзя быстрее, то эта игра еще более геморройная. Потому что ждать многие моменты придется долго, даже с ускорением. Да, кстати, рядом нашел хавку. Хоть пожру бесплатно. Ладно, давайте домой. Тем более дом у меня через дорогу. И тут у меня появился самый главный косяк. У меня Sims 3 вылетает. И я не знаю, как с этим бороться. Только если успевать сохраняться каждый раз. Я снова начал заселение и уже купил более дешманскую мебель. От чего смог себе купить даже кровать. Еще деньги остались. Выбор мебели здесь вообще на самом деле очень скудный. То есть здесь по-любому нет никаких DLC-шек. Поэтому это самый первый такой третий Sims. Где пока еще ничего толком нету. Жалко. Короче, на ночь пожрал, сходил на горшок, помылся и спать. Потому что завтра на работу. Утром на таксишке медленно добираемся до нашей работы. Главное, цитадель воровства. Это здесь какой-то заброшенный завод. Потом появляется такое меню работы, где мы выбираем действия, которые должны выполнять на своей работе. От чего и будет зависеть наше повышение, карьера, отношения с боссом и так далее. По мере продвижения по карьере, вам будет открываться все больше различных действий. Вдоволь поубегав от собак и постояв на стрёме, мы наконец свободны. Но перед тем, как пойти домой, давайте где-нибудь погуляем. На первый раз отправимся в центральный парк. Надеюсь, там подцепим какую-нибудь осы противоположного пола. Ну, вы понимаете, это же Sims. К сожалению, здесь только танцующий мужик. Ну да, давайте присоединимся. Танцуем мы не ахти. Зато рядом стал появляться другой ворот. Рядом еще появился бодипозитив в купальнике. Да она бы тому пухляшу фору бы дала. Тут есть девочка-йога, ну как-то... А есть еще варианты? Вернемся к первому варианту. Деловито подкатываем яйца. И мы так проговорили до самого заката. Ибо отношения сразу не повысишь, а в койку сразу не затащишь. Поэтому фигачим домой, отсыпаться, ведь завтра опять рабочий день. Ну, давайте подытожим. Вообще играется, в принципе, прикольно. Единственное, конечно, надо привыкнуть к управлению. Но самое главное, косяк, это вылеты. Игра постоянно вылетает. И может как-то в настройках, если все покрутить, может как-то можно это исправить. Ну, а на этом, в принципе, все. Если вам понравилось, может стоит еще какую-нибудь серию сделать. Все самые полезные ссылки на игру и туда в описании. Ну, а если вам зашел видос, то поддержите автора лайком. А на этом все. С вами был Фомикс. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok